Как и предполагалось, государственный переворот, очередной государственный переворот состоялся. Объявленные цифры голосования в поддержку конституционных реформ имени Путина практически уже объявлены. Официальной публикации еще нет, но уже понятно, что главная цель проходимцев, фальсификаторов и государственных преступников состояла в том, чтобы преодолеть 50% барьер от числа, имеющих право голосовать, от числа избирателей. То есть их цифры заранее были согласованы за кулисами, почти 80% поддержки, при 65% около 70% участия в голосовании. Ничего общего эти цифры с реальностью не имеют. Мы можем протестировать сколь угодно и в любых местах соотношение процентов, кто голосовал, кто не голосовал и кто как голосовал. Это можно сделать в любом месте глобальной сети, поставить голосовалку, увидеть реальность. Реальность такова. Явка не более 30%, где-то может быть 40%, а где-то 20%, а где-то может быть вообще никто не приходил, но записали столько, сколько нужно. Нарушения, естественно, некому было фиксировать, потому что это было нерегламентированное голосование. Это был некий плебисцит, то есть вообще-то действие беззаконное, не основанное ни на каком законе, поэтому никакого регламента у этого действия не было. И участие во всем этом было действием опрометчивым. Участие представляло собой поддержку видимости явки, поэтому со своей стороны я предупреждал об этом. Многие люди не услышали, им нужно было какое-то действие для того, чтобы подтвердить свой протест. К сожалению, результативность этого действия никакая. Да, флешмоб состоялся, многие публикуют свои бюллетени с галочкой напротив, надписи против. Ну и что толку от этого? Никакого толку от этого нет. Действие должно быть направлено в другую сторону. Если у вас имеется энергия, вы должны заниматься созданием общественных, общественно-политических или просто политических структур. Когда они приобретут достаточную силу, они смогут претендовать на власть. Сейчас некому претендовать на власть. Именно потому, что активные люди предпочитают свою активность направлять в абсолютно деструктивное русло. Соучастие в том преступлении, которое состоялось. Вы просто поучаствовали в госперевороте, сделав для этой власти определенную картинку. Вот эта картинка такова, какой вы ее видите. Тотальная фальсификация, как было и всегда. Можно сказать, что с 1991 года ни одного голосования, которое не было бы фальсифицировано в Российской Федерации, не состоялось. Какие выводы можно сделать и как действовать дальше? Я предлагаю простые методы, которые доступны каждому. Первый метод – это очистить свое информационное пространство. Очень многие люди у нас присутствуют в социальных сетях, пишут, читают, комментируют. Я предлагаю очистить свое информационное пространство от тех, кто за эти поправки. Не важно, какая суть этих поправок. Важно, что эти поправки представляют собой государственный переворот. Они не имеют никакого значения. На нашу жизнь они не окажут никакого воздействия. Вы это прекрасно знаете. Ельцинская конституция тоже содержала много чего. В том числе, что и народ является источником власти. Ни одного закона в этом направлении принято не было. Ни малейшего действия со стороны правящей группировки тоже не было. И сейчас, что бы там ни записали, все останется по-прежнему. Ни малейших позитивных изменений в своей жизни вы не увидите. А негативные увидите. Уже увидели первого числа увеличение оплаты жилищно-коммунальных услуг. Вот вам подарочек. Хорошо бы, чтобы все это оплачивали те, кто проголосовал за. Но, к сожалению, это невозможно. Впрочем, я думаю, что рано или поздно этих людей придется отыскивать. И каким-то образом их привлекать к ответственности. Нужно начать охоту на путиноидов в сети. Надо их просто банить. С ними разговаривать нечем. Кто бы проголосовал за эти поправки, либо клинический идиот, и с ним тоже не надо разговаривать, либо подонок. Я уже начал эту работу. К моему сожалению, несколько человек, которых я считал приличными людьми, не постеснялись объявить, что они проголосовали за, что они поддерживают эти поправки. Для меня эти люди кончены. Закончено какое-либо общение с ними. Я никогда с ними никаких отношений поддерживать не стану. Ни очно, ни заочно, ни в сети. Все. Они для меня исчезли. Или, если точнее, они, конечно, физически не исчезли. Они представляют собой иное человечество. То есть там ни совести, ни чести, ни интеллекта, ничего там нет. И это другой человеческий тип. Я с этим типом общаться не желаю. Я предлагаю такую же ответную меру предпринять и всем тем, кто сейчас присутствует в сетях. Конечно, из проголосовавших против или не проголосовавших вовсе, есть множество людей, которые придерживаются таких взглядов, которые мне совершенно не близки. Но с ними еще какой-то диалог возможен при каких-то условиях. А с теми, кто проголосовал за эти поправки, никакой диалог невозможен. Невозможен раз и навсегда. И каждый должен себе сказать раз и навсегда. Никогда с этими людьми. Как только ты узнаешь, что человек проголосовал за все, разворачивайся, поворачивайся спиной и больше никогда с ним не встречайся. Ничего не обсуждай. Ничего ему не объясняй. Все, что нужно, было объяснено. Все, что нужно, все причины, обоснования, все лежит на поверхности. И второе действие, если нет субъекта, который бы остановил весь этот беспредел, все это воровство, всю эту тотальную ложь, которая исходит лично от Путина и от всего его провравшегося окружения, может остановить только политический субъект. Его нет. Сейчас там, можно сказать, некие аналитики, почесывая затылок, начинают говорить, нет, ну пока что нам сформировать какие-то партии рано, мы еще вот такие и такие. Да вам всегда будет поздно. Вам всегда будет поздно, потому что вы уже давным-давно опоздали. Вот давайте не опаздывать. Есть действующие структуры. Можно создать новые. Кто-то над этим думает, по крайней мере, или начал работать. Уже слишком поздно, слишком поздно, чтобы думать. Тут надо начинать действовать. Все уже должно быть давно обдумано. Да, и идеологические документы, если кто-то говорит, а я не знаю. Ну не знаете, так вы поищите. Так вы поищите. Все есть, все разработки уже существуют. И заново писать там на коленке, давайте-ка я сейчас за полчаса программу партии напишу. Это работа небыстрая. И желательно, чтобы она была коллективной. Мало ли кто чего там думает или напишет. Своим колченогим языком и своим не очень глубоким интеллектом создаст какой-то документ. Есть уже много чего, уже создавалось. И в политике плагиата нет. Берите готовое, используйте это. Да, хорошо там подправили, что-то переставили пункты. Но надо начинать действовать. Если вы по-прежнему будете вот так, каждый сам за себя. Каждый сам за себя решил, идет он голосовать или не идет голосовать. Нет, должно быть по-другому. Должно быть коллективное обсуждение и общее, единое действие. Всю ту артиллерию информационную, которую вы готовите, надо использовать синхронно, а не в разнобой. Только тогда будет какой-то результат. Концентрация усилий на самых главных вещах. Этого никто не делает. Каждый думает, что как-то все само обустроится. А ему главное либо свою собственную личную позицию выразить. Вот, например, прийти и проголосовать против. Да, вы личную позицию высказали. А коллективная позиция где? Вы ее вырабатывали, участвовали в том, чтобы все-таки решить, как действовать. Либо всем не приходить, либо всем приходить. Нет, этого нет. Каждый сам за себя. Поэтому те, кто против этого режима, раскололись на два больших лагеря. Не ходить и проголосовать против. Ну вот, они все сплотились в голосование за. Вот и все. Они там, мы здесь. Мы расколоты, они объединены. Необходимо объединение и синхронное действие. Только тогда мы победим. Россия, русскую власть. Слава Руси, Господи спаси. Руси, Господи о Крелигии. Слава Руси. Слава Руси. Слава Руси. Редактор субтитров А.Семкин